Итак, мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферах, состоявшихся за последнее время. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы обсудить главный на данный момент зимний переход. Трансфер Феррана Торреса из Манчестер-Сити в каталонскую Барселону. Давайте проанализируем все стороны этой сделки. Насколько подобный переезд выгоден Торресу, которого многие считают, ну, скажем так, главным атакующим талантом всей Испании и будущим борцом за золотой мяч. Многие вот так вот и говорят, что этот футболист в будущем будет претендовать на статус лучшего игрока мира. Давайте разберемся и с клубами. Насколько это выгодно Манчестер-Сити? Стоило ли им отдавать такой молодой талант? Ну и для Барселоны давайте тоже разберем все перспективы. Смогут ли они возродить мощь своей атаки вместе с этим футболистом? Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания pinup.ru, который предлагает вам специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь по этой ссылке на сайте pinup.ru, а также введете промокод, указанный в описании и в ссылке, закрепленный к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки и фрибет до 3000 рублей. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. И, ну, в общем-то, здесь все карты на руках у вас, потому что это абсолютно легальный букмекер, нет никаких проблем с выводом средств и к тому же фрибет до 3000 рублей. Вводите промокод, указанный в закрепленном комментарии к этому ролику. Итак, давайте начнем с Манчестер-Сити, потому что, на мой взгляд, с Барселоной плюс-минус все понятно. Команде нужно укреплять атаку, команда сделала ставку на молодых исполнителей, поэтому подписание одного из самых ярких молодых игроков атакующей линии во всем мире, ну, на мой взгляд, это логичная сделка для каталонцев. Тем более за такие скромные деньги. 55 миллионов, ну, согласитесь, на фоне Дембеле и того же самого Каутиньо, за которых отдали огромные и немыслимые деньги, вот эта сделка за 55 лямов, это просто образец адекватности на фоне того, что происходило раньше в Барселоне. Но здесь же возникает другой вопрос. А Манчестер-Сити-то зачем все это? Почему они отдают футболиста, который, очевидно, имеет шанс стать суперзвездой за 55 миллионов, хотя могут выжить куда больше? Давайте это разберем. Итак, во-первых, что очень важно, Ферран Торрес — это, конечно, талант. Это игрок, который уже показал себя в составе Сити, который уже принес команде 16 мячей и 4 голевые передачи, который уже, так скажем, показал товар лицом. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас в клубе сложилась сложная ситуация для молодых атакующих игроков, потому что есть, так скажем, готовые суперзвезды, которых сложно потеснить. Есть Морес, есть Бернарду Силва, есть теперь еще и Гриллиш, за которого заплатили такие бабки, что сейчас, хочешь не хочешь, нужно его ставить и давать ему шансы, и давать возможность показать себя. Стирлинг и так далее. И вот, понимаете, в этих условиях, ну, тяжеловато футболисту, который окажется на скамейке запасных и будет сидеть, по большей части, в резерве. Если в прошлом году у Торреса было достаточно много шансов и периодически он неплохо ими пользовался, то вот сейчас, после его травмы, которая наверняка будет достаточно серьезно сказываться на его выступлениях в этом сезоне, потому что нужно будет набирать форму, набирать кондиции. Понимаете, в этих условиях чемпионат будет провален, скорее всего, для Торреса, потому что вытеснить кого-то из ведущих атакующих игроков будет тяжело. А если Манчестер Сити и будет кого-то, скажем так, насильственно вводить в стартовый состав и ставить в основу вне зависимости от его проблем, то это Гриллиш, потому что за него слишком до хрена заплатили. И поэтому сейчас, ну если кого-то и сажать на скамейку запасных из этой великолепной тройки, Моррес Бернарду Стерлинг, то вот только ради Гриллиша, ради Торреса никто на такое не пойдет. Тем более, что мы должны понимать тесную связь Манчестер Сити и Барселоны. Здесь очень дружеские такие хорошие отношения, связанные не только с Гвардиолой, но и со спортивным директором, собственно говоря, Манчестер Сити, в прошлом легенды и Барселоны. И вот здесь, в этих условиях, ну, возможно, это такой, ну, не то чтобы подарок, но акт дружбы. Потому что, в принципе, за последнее время Манчестер Сити стал поставщиком игроков для, собственно говоря, Барселоны и Эрик Гарсия, и Агуэро, и так далее. И это вообще бесплатные футболисты. А здесь отдают игрока с талантом на 200 миллионов за 55 лямов. Ну, согласитесь, это круто. Это действительно подгон. Поэтому, на мой взгляд, здесь, возможно, клубы имеют какие-то тесные взаимоотношения, и, возможно, в будущем уже Манчестер Сити получит какую-нибудь поглажку от Барселоны. Ну, например, если Эрик Гарсия в будущем станет суперзвездой, калибра, там, не знаю, лучших лет Пике или Пуёля. Вот, пожалуйста, Манчестер Сити, может быть, напомнит. Помните, там был момент. Мы вам отдали Феррана Торреса за 55 лямов. Может, и вы нам вернете тогда Эрико Гарсию не за сотку, а за миллионов 60. И так далее. Возможно, в этом есть определенный нюанс. Ну, а возможно, просто клуб боялся, что Торрес, просидев на скамейке запасных в ближайшее время, мог растерять свою ликвидность. Мог потерять, так скажем, былой драйв, былую энергетику, его развитие бы застопорилось. И в результате, ну, кому от этого хорошо? Никому. Игрок сидит и гниет на скамейке запасных, плюс еще недавно травма полученная, психологические проблемы и так далее. И в результате уже через пару лет, возможно, Торрес стал бы просто вот никому не нужным футболистом, которого бы никуда избагать не удалось бы. И вот сейчас, после тяжелой травмы Торреса, и на фоне невероятной конкуренции, когда, ну, Торрес становится там шестым, пятым или там седьмым вариантом в атакующей зоне полузащиты, здесь, как видимо, они решили, что лучше попытаться продать его. На данный момент, вот прямо сейчас, заработать какие-то деньги, все-таки 55 миллионов, учитывая, что игрока взяли за 28, это какой-никакой, но профит, плюс там еще и бонусы, которые могут вместе дать 65 миллионов. То есть, в принципе, у Манчестер Сити есть своя логика, они понимают, что сейчас в условиях их сумасшедшей конкуренции Ферран Торрес не сможет раскрыть полностью свой потенциал, и вот, пожалуйста, появляется такой вариант с Барсой. Ну, я так вижу ситуацию для Манчестер Сити, потому что, ну, действительно, сделка странная. Сделка такая, знаете, с ощущением какого-то подгона со стороны Чики и со стороны Хасепа в адрес их бывшего коллектива. Вот спортивный директор и тренер, бывшие футболисты Барселоны, решили помочь своей бывшей команде. Что касается Барсы, ну, как я уже сказал, тут все более-менее очевидно. Команде нужно укреплять атаку. С Брайтвейтом и Люком Де Йонгом далеко не уедешь. И вот появляется Ферран Торрес, который является игроком, что очень важно, универсальным. Он может действовать и на флангах атаки, и в центре нападения. И таким образом он может комбинировать свои навыки и свои таланты вместе с Фати, который все-таки является главной теперь надеждой Барселоны в атаке, а во-вторых, с Дембеле, на которого тоже надеются, что он придет в себя, подпишет новый контракт и будет развивать здесь свой талант. По совокупности возможностей, Дембеле, Ферран Торрес и Фати это невероятно талантливая и перспективная тройка. И вот здесь мы опять же уходим в дебри будущего каталонцев и их политики, что они сделали ставку на, так скажем, выращивание топовой команды. Сейчас у них нет возможности взять топовых звездных игроков здесь и сейчас. Конечно, они там надеются на то, что подпишут Холлана, но я не представляю, как они должны это делать. А вот купить Феррана Торреса за 55 миллионов, тем более в рассрочку, это для них реалистично. В отличие от Холлана, за которого потребуют 90 с лишним, а то и больше и сразу. И вот здесь, таким образом, из этой тройки может вырасти супернападение. Добавьте к этому Педре и Гави, как великолепных, талантливых, центральных хавбеков, которые уже являются базисом, в том числе и для сборной Испании. И вот вам интересный вариант, как можно выстроить фундамент, который постепенно, через 2-3 сезона, возможно, станет мега крутой командой уровня золотого состава, там, двухтысячных, с Хави, Виньеста и остальными. Потому что Педре, Фати, Ферран Торрес, это невероятно талантливые ребята. Давно у Барселоны не было такой, действительно, перспективной поросли. Не все они, воспитанники каталонцев, нужно понимать, Ферран Торрес из Валенсии, тот же самый Педре из Лас-Пальмаса, но они уже объединены какой-то общей идеей. Да и тому же самому Торресу будет относительно легко войти в систему Барселоны, потому что, во-первых, он играл у Гвардиолы, во-вторых, он играл у Луиса и Нарики в сборной Испании. Поэтому здесь, мне кажется, сделка очень интересная. Но, а касательно качеств Торреса, индивидуальных, за что его, собственно, так ценят и любят, ну, посмотрим ту же самую статистику. Вот, например, в Сити у него 43 матча, 16 голов и 4 голевые передачи. В принципе, уже круто для атакующего Хавбека, который, по большей части, все-таки действует на флангах, а не в центре нападения. Но еще интереснее, что он в 164 минутах регулярно забивает один мяч. То есть у него уходит у Слонга 160 минут на забитый галешник. И это очень крутая статистика, то есть эффективность невероятная. Как, кстати, его, скажем так, холоднокровие, тоже невероятно. В 21 год он забивает один мяч на 5 ударов. Для молодого футболиста, он очень молодой, по меркам большого футбола, европейского, это фантастика, серьезно. Потому что посмотрите, сколько запарывали моментов, там, условный, Бензима, Ливандовский, или там, Ягуаин в молодые годы. И вы удивитесь, там по 10 ударов зачастую уходил на забитый мяч. А здесь 5 ударов в гол. И это в 21 год. При этом хотелось бы отметить, что Ферран Торрес обладает и техникой, и скоростью, и подвижностью, и изобретательностью, и голевой пас он может отдать. И при этом для испанского футбола он еще и достаточно мощный, что важно. У него рост 184 сантиметра, и он существенно прибавил в плане мышечной массы за последнее время. А в Англии он еще и закалился в плане физической борьбы. И если мы берем последние его сезоны в Испании, за, собственно говоря, Валенсию, там у него в среднем было почти полтора верховых единоборств за встречу. Выиграно. Это хороший показатель, а учитывая, что он окреп за последний год с небольшим в плане физики, мышц и всего остального, ну вот вам это еще и вариант для испанского футбола для того, чтобы угрожать противнику со второго этажа. Ну потому что в Англии, конечно, тяжеловато с такими данными доминировать, но в Испании, где чемпионат не то чтобы лилипудский, но невысокий, в принципе, Ферран Торрес может быть достаточно актуальным вариантом и для работы вторым этажом. То есть, если он будет использоваться в центре нападения, это в том числе и разнообразит игру каталонцев. Ну и да, возникает вопрос, где его будут использовать. Я считаю, что самый оптимальный вариант с учетом наличия Фати и Дембеле, на которых все-таки очень рассчитывают, это приспосабливать Торреса к центру нападения. Да, в специфическом формате, да, возможно, в роли свободного форварда ложной девятки называть как хотите, но Ферран Торрес скорее всего будет, скажем так, подстраиваться под центр атаки. Тем более, что и в Сити он достаточно часто все-таки в этой зоне использовался. И таким образом система уже начинает более-менее выстраиваться. Понятно, вокруг чего в дальнейшем можно будет строить команду. Но есть, конечно, и нюансы. Есть и минусы, это и молодость, которой свойственна нестабильность, это и травма, которую он недавно получил и который, конечно, скажется на его действиях, это и игра в обороне, которую регулярно критикуют у Торреса. Это и нестабильная работа в пас, потому что, например, его кроссы с флангов очень часто не доходят до адресатов. Минусы, конечно, есть, но, во-первых, на мой взгляд, они не так критичны, но потому что, если Торрес будет играть центрального форварда, качество его кроссов не столь принципиально, как, кстати, и оборонительная отработка. Все-таки, одно дело фланговый хавбек и его действия в защите, они важны действительно, а вот другое дело нападающий. Да, он тоже должен отрабатывать в защите, но это не вопрос жизни и смерти, скажем так. И сейчас куда важнее, каким образом Хави интегрирует его в свою систему. Если это удастся, то, мне кажется, все вот эти минусы и недочеты будут уже не так принципиальны. Ну, а для Торреса это, конечно, шанс, это возможность, как я уже сказал, в Манчестер-Сити Хейнбон куда пробился, скорее всего, к сожалению. Сейчас конкуренция очень мощная и его талант мог бы закиснуть. А так, оказался в легендарном клубе, оказался с хорошими условиями личными, там неплохие зарплатные ведомости будут у него, оказался под крылом у Хави, оказался в родной стране и так далее. В общем, сплошные плюсы, мне кажется. Самое главное, чтобы Барселона смогла действительно интегрировать игрока к своему, скажем так, формату игры. Тогда будет замечательно. Ну а пока такая вот ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok